Те макчима выделить для супрацовника упакоя в интернате, когда драмантуется сфальт побоч с детячим садком, как развивается в регионе молодежная политика. Сегодня наместник старшини Гомельского облвыконка Молодимир Прывалов сустрелся с медперсоналом областной детячей больницы и отказал на пытанье коллектива. А так само рассказал присутным обстанье реального сектора экономики в достижениях сельской господарки, адукации и спорту. Такий диалог улады и працовных коллективов доказал свою эффективность. Для того, как отправиться с, как кажут на болелым, у необходимой инстанции, потребен час. А благодаря подобным встречам можно огучить то, что клапотить и потребует терминового вращения. Под час сегодняшний раз мовы гучали не только пытанье, яке потребует индивидуального вращения, а и то, что тычатся многих супрацовников больницы. Например, до медустановы приходят працавать молодые специалисты, яке они мают своего жилья. Прогучала просьба да помогчы с интернатом. У Владимир Прывалов обецая задачу вырошить. На проспекте Кастрычника есть интернат, где для медиков могут выделить два поверхи. Заразу таким жильем мают потребу, каля 30 работников медустановы. Так само наместник старшини Абл-Канкама нагадывая обмакчимости заселиться у арендное жилье. Я еще одно пытанье прогучала от молодой матери, якую не задавальняет стан асфальтового покрытия побач с детячим садком. Владимир Прывалов отказывает, что пытанье, связанное с безпекой детей, вырошить у первую чергу. А так само запевнивает, что особисто разберется у каждой проблеме, якую огучили медики. Сами супрацовники лечат, что эта встреча обовязково принесе корысть. Безусловно, это достаточно интересно и достаточно познавательно. Это позволяет понять, чем дышит наша область, чем мы живем, какие открываются перспективы у нас в будущем и чем мы, в принципе, можем в будущем заинтересоваться и, скажем так, жить. В первую очередь, это во вторую позволяет решить проблему каждого врача индивидуально либо медицинского работника, поскольку мы имеем напрямую возможность задать тот вопрос, который нас интересует, имея возможность высказать ту проблему, которую хотелось бы получить решение из уст нашего руководства.